Привет! Добро пожаловать на канал, меня зовут Алина Лайден и сегодня я расскажу вам про стайлер Тайсон Эйр Рэп. Если вы на моем канале впервые, но вам интересна жизнь в Азии, обязательно прочекайте другие остальные видосы, потому что я снимаю очень много блогов. Я живу на Тайване, до этого жила в Китае и с радостью делюсь своей жизнью. Итак, давайте приступать. Изначально мне нужен был просто хороший фен. Я не задумывалась о том, чтобы покупать стайлер, потому что в обычной жизни у меня нет столько времени, чтобы накручивать локоны. Я просто делаю кератин, нахожусь с прямыми волосами. Кстати, я сейчас помыла голову и надеюсь, она мне не высохнет, пока я записываю вводную часть. В общем, я искала просто хороший, мощный фен. Я думала над тем, чтобы купить Дайсон Суперсоник, но мои знакомые блогеры, азиатские блогеры, разные, на которых я подписана, у них есть Дайсон. И я думала... Хм... Мне нравятся их локоны. Мне нравится, как они выглядят. И просто вокруг многие люди говорили, Дайсон такая крутая штука, купишь не пожалеешь, 100% это все отбивает все деньги. Это того стоит. Вот, я думаю, окей, как бы что Дайсон, это фен номер один, самый крутой. Знаете, вот эти штучки, когда вы опускали руки, и до сих пор они есть в общественных туалетах, вот эта вот сушка воздухом, просто моментальная. Из моего детства, да, с моей юности. Я думала, блин, вот, наверное, такой поток воздуха классный, обязательно, вот, будет круто сушить волосы. Но изначально я все-таки склонялась к Дайсон Суперсоник, и потому что по отзывам он более мощный, чем вот этот вот фен, который здесь. Но потом я подумала, а если купить все вместе, да, в такой красивой коробочке. И вот посмотрите, ну, просто счастье. На ощупь как будто реально кожа, наверное. И я подумала, ну, здесь тоже фен. И я начала смотреть разные видосы на ютюбе, и люди говорят, что фен реально мощный, хороший. И так получилось, что я все-таки решила взять два в одном из стали и фен. И эта красота, я сейчас вам подробненько все покажу. Эта красота мне вышла в 16 тысяч тайваньских долларов. Я купила на скидке на 11.11. Оригинальная цена на Тайване 17.600. И даже если у вас, как у меня, нет столько времени, чтобы постоянно делать себе локоны, просто вот этот стайлер можно купить ради фена, потому что он компактный, удобный, безумно легко им пользоваться. Просто легкий в руке, его классно вот так вот держать. И он просто моментально сушит волосы. Это правда. У меня обычно длинные волосы, я на днях чуток подстриглась, вот столько отстригла примерно. То есть я купила вот этот наборчик у меня Dyson Airwrap, он для длинных волос изначально, да. То есть насадки более долгие, удлиненные. Ну, я постриглась сейчас, думаю, будет, еще быстрее будет процесс накрутки. Сегодня я накручусь, покажу, как это все работает. И я никогда в жизни так быстро не сушила волосы. Сейчас я постриглась, мне кажется, еще быстрее буду сушить. Даже если пару минут вот так посушить, они потом сами мгновенно высыхают. Но я, конечно, сушу, да, в состоянии сухих волос. И от мокрых волос, с которых стекает вода, не промакивая полотенцем ничего, я засекала время, у меня ушло 9 минут на вот такую вот длину примерно, да, которая у меня была до этого. Это офигенный результат. У меня довольно густые волосы. То есть я не промакивала полотенцем, гульку из полотенца на голове не завязывала. Я такой эксперимент проводила, вот в первый раз, когда я пользовалась этим феном. И я была в шоке, потому что обычными фенами у меня это может занимать 20 плюс минут, ну, чуть ли не 30 минут, вот эта вот пытка. Я ненавидела всегда мыть волосы, потому что, как я подумаю, что мне нужно их сушить, я просто хожу с мокрой головой часто. Такое было до покупки моего любимого Дайсона. Вот так это было все упаковано. Цвет я не могла убирать, потому что для длинных волос у нас на Таване продается только цвет фуксия. Поэтому какой есть, я изначально хотела... Не знаю, мне нравится темно-синий, разные красивые цвета есть, но этот самый обычный пришлось взять просто какой был. Потому что я не хотела короткие насадки иметь. Вот они, мои насадочки. Здесь 3,4 см, соответственно, это 3 см. И с другой стороны 4 см, я только пользуюсь которым 4 см. На 3 см еще ни разу даже не пробовала. Мне нравятся просто более объемные локоны. Это насадка для прикорневого объема. Очень легко все снимается вот здесь вот. Нужно просто зажать и снять. Такое, мне кажется, на магнитах. Эта штучка. И все очень просто насаживается. Прикорневой объем я не делаю, у меня достаточно объемные волосы. Плюс для езды в шлеме, я езжу на скутере, это, мне кажется, мало поможет. Потому что при шлеме все равно волосы приплюскиваются. И для выпрямления волос здесь есть 2 насадки. Я так понимаю, это более щадящие и это более обычные. Но я не выпрямляю волосы феном. Как я уже сказала, я просто делаю кератин раз в полгода. Они у меня сами по себе прямые. Я не считаю, что у меня столько много времени, чтобы выпрямлять еще волосы. Или там в шком их прорабатывать. Не знаю, лишний стресс для волос. И это занимает время, и это просто неудобно. Да, лучше делать какие-то салонные процедуры и не париться. Что мне не понравилось, я вам сразу скажу. Главный минус этого стайлера. Для кого-то, возможно, это плюс. Для меня это минус. Здесь очень большой провод. Он прям огромный. То есть мне неудобно. У меня всегда розетка рядом с местом, где я сушу волосы или накручиваю. И у меня постоянно этот провод падает. Ну, вот эта штучка, она довольно тяжелая. Ну, он огромный, ребят. Я не знаю, может тут 2 метра или сколько. Я не понимаю, зачем такой длинный провод делать в комплекте. И его сложно убирать шнур в саму коробку, если нужно положить обратно. То есть переносить куда-то фен. Это физически неудобно. Здесь есть 3 режима. Горячий, более теплый и холодный. Но горячий, я скажу вам, что он не сильно горячий. То есть он вам не обожжет кожу, ничего. Он очень приятный такой, горячий. Безопасный, я бы сказала, к лицу. И очень классно, что Dyson контролирует умные технологии и температуру. Все для комфорта сделано. И здесь вы можете выбирать силу воздуха. И когда вы накручиваете локоны непосредственно, сначала вы накручиваете на горячий воздух. Потом вот так вот этой кнопкой держите, чтобы локоны остудились. И потом отпускаете. Мне очень понравилось, что насадки, они как бы сами захватывают волос. Я вам сейчас это все продемонстрирую. То есть не нужно самой накручивать ничего. Все само подхватывается, само накручивается. Вам просто нужно держать в руке стайлер и наслаждаться. В комплекте идет коврик, на который вы можете класть горячий фен либо стайлер. Далее я нанесу немножко вот такого крема для локонов на волосы от японского бренда Lucidol. Совсем чуть-чуть. Чтобы лучше держались локоны. Потому что у меня довольно тяжелые волосы, не окрашенные. И у меня неплохо вообще продаются укладки и завивки любому стайлингу. Вот такой вот крем для локонов. Чисто на кончике. Две насадки 4 сантиметра. В эту сторону стрелочка показывает нам, что мы будем накручивать эту часть волос в эту сторону. И эта стрелочка не зеркально отображается. То есть нужно именно в зеркало, либо в телефон смотреть на себя. Потому что так она в другую сторону показывает. Чтобы накрутить нам вот эту часть. Продолжение следует... у меня лак которым я буду сейчас фиксировать свои локоны можете посмотреть вот и назад чтобы моментально они не расправлялись кстати некоторые люди закалывают заколками волосы чтобы не смешивать я просто разделяю на две части и которые завитые я перекидываю назад недостаточно удобно если тогда не просушенные волосы просто кончики чуть-чуть подольше подержите кончики схватиться и потом можно сразу нормально набирать а 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 ну вот и все знаете я по-быстрому сейчас крутилась то есть у меня заняло на все про все минут 30 когда волосы были подлиннее у меня это занимало около 50 минут но я сейчас брала побольше локоны сами то есть я не брала мелкие я делала все быстро вот такой получается эффект давайте поближе сяду и все это причешу красоту вот немножко локо вот что причесать, то это все распрямится. Если вы еще немножко масла на волосы нанесете, то волосы станут более тяжелыми, и они еще более распрямятся, поэтому с маслом я больше не экспериментирую. Вот что-то такое легкое. Опять же, если брать более тонкие пряди, хоть и завивать на большие вот эти насадки, волосы получатся более утонченные, но я брала большие пряди на большие насадки. Вот как-то так. Они еще со временем чуть-чуть распустятся, можно еще причесать. Мне нравится просто, чтобы были такие легкие волны. Ох, Голливуд. Чтобы не было видно, как будто, знаешь, что, знаете, сидел у зеркала, там мудрил, что-то забивал. Нет, как будто все так натурально, само по себе красиво, вот. То есть все вот эти вот отдельные локоны, они как бы сплетаются воедино, и получается укладка. Как вам? Мой совет у лица, берите поменьше пряди, чтобы они, вот видите, я тут все брала большие пряди, если делать поменьше, как, например, вот эту я отдельно завела маленькую, вот она, то у лица они будут более такие отчерченные локоны, а сзади уже будут просто такие красивые локоны. Давайте вид сзади. покажу, как он смотрится вот со всех сторон. Ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Напишите, пробовали ли вы завиваться на Dyson, делать себе стайлинг, как ваши успехи. Конечно, я слышала, что для блондинок, особенно крашеных, это вообще работает супер, потому что волосы более податливые и легко держат форму на длительное время. Но, как я уже сказала, я сегодня не заморачивалась, взяла большие пряди, очень быстро накрутилась, поэтому мне такой легкий-легкий эффект, но мне такое нравится. Если вы хотите более такие отчерченные локоны, более объемные, то, пожалуйста, рассчитывайте хотя бы час времени на укладку, не меньше, если у вас только не очень сильно короткие волосы. Поэтому здесь чудес нет, это все, конечно, техника, но чтобы были красивые причесочки, на это нужно тратить время, к сожалению, не у всех оно есть. Но девайс прикольный, я считаю, попробовать нужно. Обязательно это очень интересно, когда воздух сам закручивает твои локоны, хоть и приходится подправлять. Я еще не сильно приноровилась, потому что накручиваешь, держишь стайлер в правой руке, накручиваешь в одну сторону, более как уже привыкаешь, перекладываешь в левую руку и уже так, а в какую сторону эти локоны закручиваются, и ты не понимаешь, как они воздухом начинают накручиваться на этот стайлер. Ну, короче, сложно немножко ориентироваться, это все дело привычки. Конечно, со временем, я думаю, мне будет гораздо проще. Спасибо за просмотр, этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я буду вам очень рада, если вы подпишетесь и поставите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Сейчас у нас, ребята, практически ну, полвторого ночи, не практически, а уже без десяти минут полвторого ночи, мне вставать все тут рано работу. Я записываю это видео в рабочий будний день, потому что на выходных у меня тоже сейчас уже нет времени, и кое-как я пытаюсь все совмещать, все успевать, поэтому не обессудьте. До скорых встреч, до новых видео. Ваша Алина. Пока!